Всем привет, с вами Атам. Продолжаем прохождение HertzFarm 4 за Португалию с модом US. Погнали! В общем-то, немножечко еще подстроим фабрик штук 11, да? Хотя бы до 65 там довести их. Плюс у нас стало население 35 миллионов национально. Это, конечно, здорово. Ну и он готовится к войне с Францией. В любом случае с ней нам не по пути. Ну и время начинать делать нормальные дивизии, а не то, что у нас есть. Потому что у нас все двухкасочное практически. Это однокасочные машинки, которые тоже бесполезны, по сути. Вот, у нас останется 5 дивизий. Это 12-й ширины они только будут. Объединение Иберии. После завывания всех территорий Иберийского полуострова, португальское правительство приступило к реинтеграции новых территорий. Чтобы заручиться широкой поддержкой населения, была проведена пропагандистская кампания с недусмысленным призывом поддержать правительство. Как высказался представитель португальских властей, Португалия и Испания имеют общую судьбу и издавна тянулись друг к другу. Вполне естественно, что они стремятся к объединению. В таком месте наши народы смогут составить конкуренцию другим державам. Особенно в наше время перемен. Правительство заявило об истинно-иберийском единстве и сменило название страны на Великой Иберии. Наконец-то мы едины. Я люблю эту страну. Румыния объявляет союзу советских республик, социалистических, Эстония, Литва, Польша, Франция. Что? Они все друг другу гарантировали и в итоге пошли войной. Понятно, теперь у нас между море образовалось. Эта Андора, конечно, только мешаться будет нам. Пока готовим новую армию и уже где-то в 1939 году только мы сможем более-менее воевать. Да и то у нас танков по сути не будет в момент у нас. Та же военная промышленность. Ну слабенькая еще все-таки. Фокус у нас дошел. Это было ускорение рекрутирования. Это хорошая вещь. Побыстрее хоть. А нет, вот это у нас было и на электронику. Давайте ячейку для исследований получим. У нас станет хоть четыре. Это уже что-то. Время поставить военную экономику уже. Можете пригласить в Альянс Италию. Италия может стать нашим союзником. Что мы и сделаем. Нам союзник может всегда пригодиться. Вот, кстати, можно в 25 регионах получить по одной единице инфраструктуры. Это, конечно, жестко. Потом ячеек у нас, конечно, уже больше нет. Но, по крайней мере, есть еще на 5% уменьшение. И убран дух слабой связи с колониями, которые, в принципе, у нас отсутствуют. Уже непонятно почему. Прожмем пока пропаганду войны. Дальше у нас будет возможность пойти на союз с церковью. Это РГА дивизий. Что уже неплохо. Он делает гарантия Австрии, кстати. И хрен его знает, что в итоге будет. В Боливии объявляет войну Чили. Вот это опасно, опасно. Как мы видим, Германия пошла в оплоту антибольшевизма. И вполне вероятно, что в 4-й интернационал пойдет. Ну, это Мексиканская Республика. Не знаю, как вот это. Альянс такой может существовать. Англо-Немецкий Союз. То есть... Центральные Державы. А, с Балканами воюет наш товарищ-то. Слушайте, может помочь ему, а? Чего бы не помочь братану? Он не хочет, чтобы мы вступали в войну, кстати. А, все, помогаем. Погодите. Две политки. Ну, объявим Швейцарию войну. Если, конечно, гарантий не будет, то хорошо. Далее теперь в своем альянсе. Понятно все. Тогда выбираемся оттуда, снимаем игры не эти, оправдания. А, тут же эти, югославские дивизии, которые, по сути, ничего не значат для нас. В Болгарии немножко процентов осталось. Но 40% уже набили себе просто пожестче. А совет-то уже пропушил так нехило. Можно считать. Ну, с Италией мы еще повоюем. Она как раз в отдельном пакте, да? Начинается японское вторжение. Монархическое, при том. Италия претендует на морские базы в Анатолии. Цель войны готова, то есть мы можем уже вторгаться. Давайте попробуем. Ну, итальянские добровольцы, почему бы и нет. Да, капнуть надо Японию, а Японию капнуть это капец просто настоящий. О-о-о-о. Италия, ну что творим, а? А-а-а, она из поляками тервает. Ёшки-матрешки. Сан-Марины к альянсу Новая Римская империя. Ну да. Короче, мы разразили дополнительную войну с Италией у француза. Так, в общем, начинаю обучать пару танковых дивок. Но зато мы тут Францию немножко выбили, можно их окружить. Обычными двадцатками, казалось бы, да? До Китая капитулировал. До Бордо сейчас дойдем, наверное, даже. Да, француз тут уже понавил дивизию. Единственное, только он здесь их немного имеет. Да сколько ж там у нас противников-то, ё-моё. Этот котел закрыть будет здорово, конечно. Ох, как просто Дальний Восток умирает. Под Японией. Так, и везем их, и везем их. Тут равнины, равнины. Тут мы и пробьем, как раз. Так, ну что, великое пробитие. Под танками-то должны залететь в них. Хорошо. Китай в Коминтерн вступает. Ё-моё. Как нам потом воевать с Коминтерном? Ну это будет просто муторная война. По сути, дальше фокусы бесполезные. Вот получим мы сейчас инфраструктуру, да? Всё. Окружены. Ваши силы окружены. Восстановление независимости Эфиопии. Сегодня весь мир облетела новость о том, что Эфиопия возвратила себе полную независимость. Жесть. Что? Такое бывает? Вообще? 50 дивизий чисто. Хопа, здравствуйте. А тем временем, Сабадский пакт. Да. Всё. Котёл мы забили. И при этом Секан Коминтерну. 300 тысяч убили. Так. Гуся пересылаем на тот берег. Тут тоже сюда. Гуси идеально отрабатывают. Всё. Шерманы. Это всё. Это капец. Это всем кобздец. Сразу. Котёл, кстати, есть. Гражданская война в Италии... Сегодня в Италии вспыхнула гражданская война. Уставшие устали терпеть единоличную диктатуру дучи и начали войну против диктаторского фашистского режима. А с Эфиопии подписан мир. Все 460 тысяч всего. Красная Финляндия. Ну, война не быстро предстоит нам, это точно. Короче, объявляю всеобщее наступление по Франции. Погнали. Везде наступаем, где только есть мочь. Всё. Они всё-таки пали. Ну, Дюнкерк дожать, да? Так. В итоге мы у Франции убили 788 тысяч. А вклада у нас 17% после этого. Что-то есть уже радует. А Италия дожмёт, наверное, этого восстания спокойно, при том. Дучи не сломить, короче, дело. Видите, это кто? Это тоже что-то интересное. А кто это? Чили? О, привет! О, привет! Чили, как они сюда вообще попали? Алло! Долбанная Чили, 15 дивизий. Вы чего? Откуда? Веронский процесс. В ходе боя с демократическими силами итальянские фашисты захватили в плен бывших видных деятелей фашизма, таких как Джоанни Меринелли, Карла Порески, Тулучано Тадрадь, Татарди, Галиадца Чиана, Миллио Дебона, Нитуле Чанетти. Все эти личности, кроме Чанетти, были убиты. Тут еще французские части, оказывается, вообще отдыхают. Есть предложение напасть на Италию. Она сейчас не готова к войне с нами. Тем более, тут окружить их можем. Надо подавление. Польша капитулировала все. Теперь остается только Прибалтийские страны. Ну и Япония, которая там отхапала немало. Ну и танки у нас уже здесь, собственно, поехали. Кто-нибудь в золотой рамке, мне вот интересно. Ну, кроме Италии. Есть ли? Нет. То есть мы голландские всякие территории отхапаем себе. А? А вон она на чё. Сейчас мы береговую линию просто пушим. Сейчас тут котел огромный сделаем и всё. Чисто однокасточная машинка пушит. Тут как я не знаю что. Всё. Котел есть. Идеально. Пока тогда во Франции застраиваемся военками. У себя будем верфи строить в будущем. А, мобилизацию я не смогу взять, потому что у нас нет поддержки стока. Чили капитуль... А, от кого? А, это Перу. Точно. Покупка иностранных винтовок. Это, кстати, хорошая вещь. Техника там, допустим. Да-да-да. Можно глянуть. Можно глянуть. Блин, они на Мажино засели. Вот собаки. Хоть они и дохлые, но Мажино им подольше подержаться удастся. Зато мы сейчас Италию себе поджмём, а это Балканы. Все считаете. Ну, турки, конечно, тоже вклад хороший внесли. Неплохой, по крайней мере. А между морей непонятно. Вот, насчёт них. Надо капнуть Японию? А как её капать? На другом стороне континентов. Двух. Да, это интересный вопрос. Штаты Америки присоединяются к австралийской оборонной инициативе. О-о-о. Дюкозападная тихоокеанская инициатива с Австралией. Венеция наша. Ура. Потери, посмотри, сколько мы от Италии сто тысяч потеряли, убили итальянца Мэлям. Нормально. Достойный, достаточно размин. Вот. Дальше у нас тут особо удачный пуш должен идти. Танк у нас сейчас будет численность очень жёстко расти. 20 в день просто производим. Но у нас на производстве 59 военок. У Италии этой силы ещё немало. Сколько у него всего дивизии ещё? Ну, до 140, да? Австралийское государство и королевство объявляет войну королевству Австралии. Маня относим. Да, у Рима же несколько секторов, блин. Сделали тоже. Так, всё. Сапог. Да, сапог мы захватываем. Возвращение мафии. С патриотом, приехавшим и освобождать нашу многострадальную родину от фашизма, приехали и преступные группировки мафии. Ахах. Мафия пророс политвласти минус 0,2. Нормально. А, вот и борьба с мафией. Ну, давай, скачу. Да, капаем Италию, нам достается просто очень много всего. Даже, даже Чили, ой, Перу. Почему бы и нет? Японские конвои топим, хорошо. Это я за. Гражданская война, государство, националистическая Южная Африка. Там везде гражданки, что ли, должны быть, или что? Хорошо, что у меня уже прошла гражданка, да? Ну, что, предлагаете мне в Сицилию высаживаться ещё? Я не хотел. Порядок восстановлен. Высшее военно-командование без малейшего промедления создало специальные отряды солдат, проходящих к подготовке олипученных в увольнение. Промаршировав мимо ворот заводов, эти отряды произвели надлежащий эффект. Забастовщики решили не усугублять конфликт, найти на потенциальный смертельный риск. Немногим попытавшимся договорить солдатам не удалось найти с ними общий язык, поскольку солдат собрался, спрашивали да сколько можно-то. Спрашивали рабочих, почему они считают проблемным натяживаться в тылу и проводить сражающихся на фронте. Подводить. Да и правда, почему? Взрыв на фабрике. Преступной группировки забрали, взорвали фабрик. Да-да-да-да, мафии надо искать. Не забывать. Турция хочет пакта и нападений, да? Хотя они в этом между море и там долбаном. Которые межконтинентальный какой-то с Японией. Братство флота. Поехали. Еще так удачно. Непонятно. Процент-то изменился? Да. А что в итоге себе забрала Турция, мне вот интересно. Понятно. Полезная территория, могу сказать. Так, хорошо. Разрослись мы не на шутку, это точно. Но нам предстоит еще королевство Италии всякое вот это забрать. А, Сардиния отделилась, при том, что я захапал себе. Ну да, ну да. Интересно, да. Как это произошло? Триполи отсоединился почему-то. Почему они отсоединились, при том, что их забрал? Как это вообще объяснить? Словения, какая-то, Югославия, что это такое? А Япония там царит уже просто. Ну и с Китаем еще приходится воевать. Но Японец прям мощно, 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 ничего не скажешь. Сегреция отдельная. Очень непонятно откуда все это. Так, получается мы воюем сейчас. С голландским рейхом. Ага. Че там, дивизии что ли еще есть что ли? Че они так долго их мутузят? Так, средний танк у нас же новый появился, я еще не ставлю производство. Самарина, да. Я машинкой захватил Самарина. Как так-то? Нет. Натис заставил. Теперь много стали, то мало стали, то много стали. Союз Советских Социалистических Республик запрашивает пригласить в Альянс. Йокарный Бабай. Какой это Альянс? Я с тобой воевать буду, ты че? Какой Альянс? Великий Голод. Львские ресурсы минус 100 тысяч. Постараемся помочь им. Давайте постараемся помочь им. А Болгария тоже отсоединилась какого-то хрена. Я не пойму, как они отсоединились, когда их захватил. Что это вообще за наркомания? А сколько у нас дивизии, кстати? 200. А тем временем совместный флот Британии и Германии это капец. Это очень дыхально. Зато у нас есть Ирландия. А это Аман вообще взял, кстати. Ну что, готовимся к войти с Германией. Дальше мы уже будем Человакию есть. Ну и Советский Союз. Литовское Княжество Капиталя. Очень долго они живут. Просто я не знаю, там как будто японцы засели у них. Камикадзе какие-нибудь. Без стали мы вообще тут не выживем. надо инфраструктуру сейчас прям увеличивать. Ну что, готовимся. Он сделает из Люксембурга мариетку что ли? Да. Плюс я думаю засядем мы здесь в этих местах, да? Давайте подпишем конкордат с Ватиканом. Я не знаю, что это дает, конечно. но попытаться попытаться можно. То есть надо еще население нам поднабрать не хватает. 50 дивизий сухопутных готовятся плюс 11 танковых и ну это надо просто. Это просто нужно. Немецкую сталь нам просто очень надо захватить. Не хватает вообще. Хотя у нас у самих производится тысячи стали и мне не хватает как бы в жестко да? 600 мы требуем просто на производство. Ну танков у нас 100 штук производится 400 стали это уже дохренища. Еще флот обузится немножечко. 170 уже подлодок. На этом серия подошла к концу. Надеюсь вам понравилось. Обязательно оцениваем видос. Подписываемся и всем удачи и пока.